всем привет вы на канале поршень покинул чат я вадик стиви и сегодня у нас видео о фаре бмве 39 такая ну скажем не маленькая реставрация фары это замена ринг замена стекла переднего и замена регулировщиков отвечающих за свет выше ниже право-лево поехали итак здесь у нас пациент фара вот такая ринге старые они не ну немножко же стали ледики плохо работать и появились такие точки это мне понравилось я нашел вариант получше фара снята первым делом что мы делаем мы разогреваем ее то есть разогреваем вот хорошенько и и моем случае это строительный фен главное не переборщить то есть идем вот примерно вот так то есть ходим плюс минус то есть наши движения выглядят вот так для того чтобы расклеить фару у меня есть вот такой специальный прибор для фар он необязателен но с ним намного лучше то есть мы его сюда вот так вот просовываем раз и открываем все и фара уже начинает потихоньку открываться моем случае как вы видите это оригинальная фара от бмв 39 моем случае уже здесь менялась из клей здесь не намертво потому что изначально здесь клей намертво и очень тяжело расклеивать но если у вас есть терпение и немножко опыта то можете это в принципе сделать то есть здесь нужно ковырять расковыривать нагрева нагревать и тогда уже когда вы уже сняли все тогда уже можно садить на вот такой вот обычный клей клей по моему бутыловой называется или клей до к фарам здесь просто польши это клей до ламп тут блин треха волос нужно это все по убирать уже давно лежал у меня ну в общем сейчас буду снимать и покажу вам что дальше каждый делает по-разному это все дело здесь уже накопилось определенное количество клея просто вот так вот ножичком раз 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 подрезаю чтобы он себе спокойно пустил видно главное равномерно везде разогреть открывать не на силу и тогда все будет в полном порядке то есть вот руками конечно я раньше руками расклеил но сейчас я купил такую штучку в которой намного легче расклеивать все и дальше вот эти куски клея аккуратненько чик-чик-чик и надрезаем чтобы это все аккуратненько и нормально открыть чтобы она не не попала где-то туда куда нам не надо то например там на линзу к примеру или еще куда то то здесь у нас еще ринг сделать так чтобы вам было видно видно или не видно так ну должно быть видно в принципе даже света добавлю хотя света я думаю это хватает так у нас здесь идет такой слой на который садятся ринки и его нужно аккуратненько сюда вынять потому что вот провода из я его вытянуто я его в принципе выру тогда с проводами а это нам не нужно то есть придерживаем вот так рукой и аккуратненько открываем поправляем тоже клей чтобы он не попадал туда куда не надо хотя и так он скорее все попадет главное чтобы не попал на линзу вот и на лицевую сторону все фара у нас расклеена фара расклеена веном марсе веном все вот у нас стекло старое я его отлаживаю на бок и вот что мы имеем желательно крису было мне скатерти на подстелить но все есть то есть вот что мы имеем все пара разобрана теперь нужно снять ринги снять вот это вот все убирать от старого здесь есть старые такие каналы по которым шел свет оригинальные в ринге чтобы ринге светились но это честно говоря ну как мне кажется то эти ринге они ну не очень так скажем ну что будем разбирать дальше далее что вам нужно ну это чтобы поменять регулировщики поменять ринге до этого не нужно ходить нож поменять регулировщики вот эти снимаем вот эту штуку она находится здесь на трех болтах они не сложно в принципе так что дальше снимаем вот эту штуку и здесь будет один такой маленький фокус я щас вам покажу его вот смотрите здесь у нас находится вот такой вот регулировщик так вот он выглядит швея достать вот он в такой позиции стоит вы его просто так не достанете его нужно из паза вытянуть какую сторону смотрите внимательно если вот так вот фара лежит вы не знаете здесь какая у нее это верхняя часть ну в общем вот так вот пара лежит он находится в таком положении это у нас кстати говоря какая левая фара его нужно в ту сторону подтягивать то есть вот так вот так вот здесь вот вы его чуть подтягиваете потерю эту сторону все и он выходит здесь у нас вот находится вот такая вот лечеечка не знаю видно вам или нет но надеюсь что видно вот он не залазит и все чтобы его вытащить нужно в эту сторону в общем уже все сняли после того как мы сняли вот эту штучку которую я объяснял автоматический регулировщик фар снимаем пыльники 1 2 и выкручиваем на максимум вот эти две есть они не крутятся но нужно немножко придерживать попытаться выкрутить чтобы выкрутить вот эти регулировщики которые механические вот они здесь кстати на удивление меня не поломаны но скорее всего здесь просто резьба слизалась поэтому они не работали их мы заменяем вот эти два регулировщика мы заменяем и все в принципе обратно вставляем еще я выкину предыдущую систему которая вот отвечала за с подсветку ring потому что она здесь больше в принципе не нужно а еще нужно будет снять и минус с с этого с линзы минус линзы все это все достается эти тоже аккуратненько нужно будет достать не сломать здесь поддеть немножко расширить главное не сломать вот эти пластики потому что если мы их сломаем то фару же отрегулировать не получится пыльник я вытащил принципе уже здесь через через наружную сторону но сейчас я его тоже вытащу в общем как-то так вот на данном этапе все фара разобрана здесь есть такие специальные места вот это уже не оригинальные крепежи с помощью которых регулируется здесь я видел что чем-то смазано скорее всего с завода поэтому я решил тоже немножко добавить смазки в моем случае это белый белая литиевая смаз найдете в интернете это польская штука очень рекомендую там при каких-то пластиковых если у вас есть контакт пластик с пластиком очень даже помогает мне когда-то самокат скрипел постоянно ничего не помогало только вот эта штука помогла поэтому сюда я обшикаю но можно сюда что-то там например там для подшипников какой-то ну чтоб долг долговечная была смазка то есть что это на 5 на 10 лет может быть этого и хватит так что приступаем далее мы все делаем в обратном порядке обязательно не забываем подцепить сюда минус вот я вставил наши регуля регулировщики сейчас нужно ими попасть в пазы сначала будет правый и вот теперь у нас идет левый который мне еще не попал но вот уже попал все вот мы попали 1 2 и теперь нужно аккуратненько закручивать для этого я использую шуруповерт шуруповерт но шуруповертом нужно аккуратно я бы вам советовал лучше пользоваться руками чтобы не сломать потому что можете сломать если шуруповертом то включить маленькие минимальные так скажем обороты и чувствительность чтобы она не не со всей силы закручивала я покажу как это плюс-минус выглядит у меня так какую сторону крути меня уже забыл по все зашел первый сейчас нужно чтобы зашел второй вот все вот они два зашли теперь их нужно закрутить до упора один вот я кстати не переключил скорость на минимальное если начнется сопротивление то сразу он перестанет руки потом 2 1 2 так потихоньку помаленьше пока она до конца не вставится вот все шуруповерт начал прокручиваться и все до этого уровня мы дошли закрутили максимально все теперь можно обратно вставлять регулировщик электрический фар и собирать все по новой дальше мы занимаемся рингами в моем случае это весьма непростые ринге почему потому что здесь вот идет вот такой слой стекла и здесь led то есть это нереально классно но есть одно но их нужно модифицировать чтобы сюда поставить и это на самом деле весьма не просто не просто здесь вот есть такая штука то есть но они сюда так скажем не подходят подходят но но это не то что нам нужно вот сюда не вставляются их нужно дорабатывать их нужно дорабатывать обрезать вот здесь короче я их на клей я их сажу на клей здесь то нужно тоже делать аккуратно чтоб все попало в пазы ну в общем весьма так скажем щепетильная работа и но эффект короче того стоит в принципе так что поехали а в общем вот такой результат у нас получился вот они два ринга все идеально стоит все крепко все четко немножко пришлось мне конечно с этим помаяться но я уже на опыте и поэтому немножко легче здесь все стоит осталось только их припаять подключить ну и все в принципе собрать фару здесь вот все на клею и если что можно расклеить в любом случае он только нужно знать как что клей это ну не необычный расскажем не было в общем как то так собираем дальше обязательно перед установкой перед склейкой перед всем проверьте все ли работает у нас все счастью работает так что можно действовать дальше дальше мы это все хорошо и красиво спаиваем примерно вот так и не забываем обязательно пользоваться изоляцией дабы избежать проблем дальнейшем тут припой получился весьма красивый так что обязательно поднись что-то желательно подложить потому что я например пользуюсь вот такой вот пастой специальной она типа потом превращается в олово но я еще отдельно добавляю немножко немножко олово так сейчас это все красиво изолируем и что ну в принципе немножко нужно здесь будет почистить добавить пасты но не пасты а клея сюда добавить немножко специального для фар который разогревается я думаю вы знаете о чем я говорю разогревается потом это все клеится и все и можно ставить новую новое стекло перед установкой стекла защитного обязательно нужно но не обязательно но желательно если вы не хотите потом это опять расклеивать нужно еще раз поставить фару ну или не еще раз просто поставить пару поставить фару и проверить все ли работает ничего ли вы не забыли работает регулировка фар вот я все подключу посмотрим все ли работает симонами ксенон и дальние плечи ладно этот не буду подключить был потом хрен отключу тела леды раз два леды уже работают нужно еще проверить работает ли регулировка фар то как раз помещение нормальная я здесь на видео не будет хорошо видно в любом случае как но уже обещать посмотрим работает ли регулировка право дело вверх-вниз вот пожалуйста вверх-вниз вниз вверх 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 все работает теперь проверяем работает бух право влево вот право вот влево вправо влево в общем все работает можно устанавливать защитное можно устанавливать защитное стекло фонарь короче была сделана одна ошибка как ошибка без знания шли они в общем скорее всего это резистор шли они с резистором эти ринги а я только что его не подключил и леды погорели почти все так что пару ринг придется заказывать еще раз еще раз и сюда устанавливать вот он этот резистор ну спасибо конечно продавцу за то что он не сказал что они обязательные то есть но просто есть вот здесь их можно отцепить есть да есть ну кто знал кто знал ничего учимся на ошибках что поделаешь вот так вот у нас получилось в принципе все нормально единственное что я ринги попортил потому что не подключил резистор уже его подключил немножко поезжу еще с такими рингами попали нами но это небольшая проблема потому что закажу еще одну пару таких скорее всего придется комплект заказывать ну немножко денег получается на это уйдет но будет опыт все что не делается все к лучшему конечно немножко нервов я на это потратил так что ребята поставьте пожалуйста лайк подписку комментарии что вы думаете по этому поводу скажите какой я идиот не не подключил резисторы они погорели сразу но как-то так всем спасибо за просмотр до скорых встреч